Всем привет! Приближается летний сезон, у меня появилось немного свободного времени. И в связи с этим решил проверить свой походный кемпинговый инвентарь, в каком-то состоянии, все ли на месте. Ну и разбирая вещи, вспомнил, как в прошлом году мы с семьей решили посвятить себя поездками на природу, на несколько ночевок, на несколько дней. И крайне остро встал вопрос, как принимать душ в кемпинговых условиях. Ну и я решил создать наиболее комфортные условия для своих дочек, для своей жены. И начал смотреть в интернете, какие вообще варианты, какие лапхаки, что используют люди в походах в кемпингах. В общем, первый вариант, на который я наткнулся, это душ летний от компании Чингисхан. Смысл в нем какой? Наливается сюда вода, он вмещается от 20 литров, подвешивается на какую-то высоту, на дерево, либо еще куда-то. Краник открывается, отсюда бежит водичка с самотеком. Ну этот вариант нас не устроил, так как напор воды очень слабенький. Мы решили от него отказаться. Да, он, наверное, очень будет актуален для каких-то пеших походов, там, где вес играет очень большое значение. Решил искать дальше и наткнулся вот на такую вот штуку. Это обычный садовый опрыскиватель, продается в каждом садовом магазине. Приобрел к нему вот такую вот леечку. Она стоит порядка 200 рублей. Встал, встал, была проблема, вот уже побежала вода, была проблема, как же соединить эту трубку с этой лейкой. Каких-то либо штуцеров, либо переходников я не нашел, да на этого и не было времени искать. В общем, решение проблемой было такое. Я взял просто резиновый шланг, обрезал его, подсоединил, хомутами обжал. Вот, все решение. Смысл в нем какой? Здесь есть ручка-помпа. Мы ее откручиваем, заливаем сюда воду. Он вмещается 9 литров. Они абсолютно разные бывают. Также и ценовые категории, она очень сильно разнится. Можно, это уже все зависит от вас, какие у вас есть финансовые возможности. Но я взял что-то среднее, на 9 литров. В общем, налили воды, ручку-помпу закрутили, накачали давление. Ручку нажали, вода побежала. Уже бежит, там маленько воды осталось. Также эта ручка, она может фиксироваться. Оп, вода бежит, надо спустить давление. Кстати, да, здесь еще есть клапан, чтобы спускать излишнее давление. Допустим, попользовались, давление спустили, чтобы оно там не стояло. Значит, есть фиксатор и возможность подвешивать душ куда-то, чтобы не держать постоянно его в руке, а он будет бежать. Зафиксировали и все, никаких проблем нет. Сейчас я наберу сюда 5 литров воды, накачаю давление. Засеку время и посмотрим, насколько по времени он будет работать в таком состоянии с фиксированной ручкой. Набираем 5 литров воды. Закручиваем помпу. Так, засекаем время. Закручиваем метод. Продолжение следует... Вот такой вот небольшой обзор получился на кемпинговый душ. Он уже отработал прошлый сезон, но в ура. В этом сезоне мы также будем его использовать. Если у вас есть какие-то другие варианты исполнения летнего кемпингового душа, пожалуйста, напишите в комментарии, будет очень интересно почитать. Может, для себя что-то подчеркну. Ну и подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного видео. В следующем видео я попытаюсь сделать гермомешки из ПВХ своими руками. Куплю ткань ПВХ, клей, ну и склею. Так как они стоят тоже недешево, я думаю, многим будет интересно посмотреть. Да и в принципе эта тематика многим интересна. Сплавы, походы, рыбалки, отдых с семьей. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока! Спасибо!